15 ноября 1988 года состоялось очень важное событие как для отечественной, так и для мировой космонавтики. Стартовала многоразовая транспортная космическая система энергия Буран. Это было что-то грандиозное. Пуски с Байконура люди уже видели, но тут в небо поднялась очень крупная система, совершенно не похожая на то, что летала до этого, и в составе системы был крылатый аппарат. Любители космонавтики сначала не поняли, потому что им показалось, что с космодрома Байконур стартует американский шаттл. Действительно, система очень напоминала Space Shuttle. Событие было знаковое. Люди, которые участвовали в этой программе, поняли, что сейчас момент истины. Впервые в Советском Союзе создана многоразовая транспортная космическая система большой размерности, и не только создана, но и доведена до летных испытаний. Для того, чтобы сделать эту систему нашей промышленности, пришлось преодолеть большие барьеры технологические и фактически вырваться вперед и стать на один уровень с такими же крупными предприятиями ракетно-космической промышленности в Соединенных Штатах. То есть наша разработка оказалась чуть не хуже, чем американская, а по многим параметрам даже лучше. Это событие стало итогом 12-летней работы промышленности, причем не только ракетно-космической, но и авиационной. Больше того, над созданием системы «Энергия Буран» трудились больше 1200 предприятий, 86 министерств и ведомств. Не только авиационной, не только космической, но и многие другие. И вообще на эту программу работало порядка 2,5 миллионов человек по всему Советскому Союзу. То есть это была самая масштабная космическая программа за все время. В 1972 году в Соединенных Штатах закончилась программа «Аполлон». Соединенные Штаты планировали сделать следующий шаг. Предлагалось несколько вариантов, но выбран в результате был многоразовый транспортный космический корабль по масштабам сопоставимый с огромной ракетой-носителем «Сатурн», которая выводила корабль «Аполлон» к Луне. Многоразовая транспортная система, о ней впервые заговорили еще в конце 60-х, но к 1972-1973 году уже фактически определился ее внешний облик и ее параметры. Предполагалось, что это будет некий многоразовый корабль, который будет возить на орбиту грузы массой порядка 25-30 тонн, ну и возвращать назад. Среди этих грузов заявлялись блоки для орбитальных станций, спутники, которые можно было не только запускать, но и обслуживать на орбите, если надо возвращать на Землю, а также блоки для межпланетных кораблей для полета к Марсу, допустим, или элементы для строительства лунной станции. Военные американские говорили, что «Шаттл» будет выполнять ряд военных задач, но какие военные задачи при этом нигде не оговаривалось конкретно. Наши специалисты, которые анализировали информацию, поступающую из-за рубежа, поняли, что заявленные задачи, стоящие перед «Шаттлом», скорее всего, только фон для разработки целей, которые не ясны. Масштабность проекта была очень велика, целей реальных не было, затраты огромные, и наши специалисты сделали вывод, что, скорее всего, этот корабль будет использоваться для каких-то целей неизвестных, так как это был не просто маленький спутник, и не просто какой-то корабль, как было раньше, а что-то грандиозное. Возникла угроза, что он может нести какие-то реальные военные объекты, поэтому было принято решение, что нужно делать какую-то систему в ответ. И вот где-то начиная с 1971 года проводились сначала теоретические исследования в обосновании того, что можно противопоставить «Шаттлу», а потом уже была выдвинута комплексная программа. Одним из элементов этой программы было создание многоразовой транспортной системы, аналогичной по возможностям американскому «Шаттлу». С этой комплексной программой разработчики вышли в правительство. Надо сказать, что тогда в отечественной космонавтике намечался некий кризис, связанный с тем, что мы отстали в лунной гонке, проиграли. Народу нужно было предъявлять какие-то победы. В теории тогда начали запускать космические станции «Салют», но с ними тоже поначалу не очень хорошо клеилось, потом уже более-менее стало нормально. Но в тот момент, в 1972, 1973, 1974 год, было принято решение переключить силы промышленности ракетной на создание многоразовой транспортной космической системы. Но так как она была больше по масштабам, чем могла себе позволить промышленность, было принято решение, что, наверное, ее нужно, эту программу, не просто проводить силами какого-то одного предприятия, как и было также с лунной программой, которую в основном тянуло предприятие, которое сейчас называется Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Было принято решение объявить программу общенациональной. А о том, что в Советском Союзе начата новая программа, конечно, никто всенародно не объявлял. Над ней стали работать очень многие предприятия. Вовлеченность в эту программу была такая большая, что в нее стало вливаться достаточно большое количество денег. Предыдущая лунная программа, одним из ее недостатков было хроническое недофинансирование. В результате там и темпы работ были невысокие, и достижений практически никаких не было. В период провала, скажем так, лунной программы пришелся на момент смены руководства организации, которая сейчас стала называться Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Тогда она получила название «НПО «Энергия», до этого по-другому называлась. После смерти Королева в 1966 году этим предприятием руководил Василий Павлович Мишин. При нем начинались полеты на космические станции, при нем начиналось испытание космического корабля «Союз», при нем развертывалась лунная программа. С лунной программой практически ничего не вышло. То есть были вложены большие деньги, но мы опоздали, американцы первыми высадились на Луну. Результат, который нужно было предъявлять людям, предъявлять было нечего. Поэтому руководство страны приняло решение поменять руководителя предприятия и, во-вторых, поменять вектор движения всей нашей ракетно-космической промышленности. Василий Павлович Мишин сменил Валентин Петрович Глушко, выдающийся теоретик и практик, известнейший двигателист, который до этого работал на предприятии «НПО «Энергомаш». Глушко предложил комплексную космическую систему одной из деталей, которой были многоразовые ракеты-носители. Они были разной размерности, но одна из них очень напоминала американский шаттл. Почему так получилось? Нужно было искать заказчика. Заказчиком могли быть военные у такой программы, так как мы предлагали систему, которая должна была быть аналогичной шаттлу, а мы предполагали априори, что у шаттла основная задача — это доставка каких-то военных грузов на орбиту, то мы предложили, что мы будем делать примерно такую же систему, которая будет выполнять примерно такие же задачи. В результате вырисовывался космический аппарат, очень напоминающий шаттл, просто по размерности. Ну и потом вдруг выяснилось, но это уже, конечно, сейчас и чуть позже, что он не просто внешне напоминает, он где-то даже местами очень сильно похож, как брат-близнец. Но после этого даже появилось такое сравнение, что Буран является копией шаттла. Это не совсем так, но тем не менее есть несколько точек зрения, почему так произошло. Одна из них — это была вот какая, что руководство страны, набив шишек на лунной программе N1L3, где вроде мы пытались делать всё своими руками, устами то ли Брежнева, то ли Устинова заявило, что давайте делать так, как у американцев, то есть просто повторять. И действительно пытались сначала просто взять и перерисовать, и посмотреть, можем ли мы сделать точно такой же шаттл. Выяснилось, что, наверное, можем, но, во-первых, нужно это или нет, во-вторых, возможности у каждой страны свои. В частности, вот американцы, например, могли делать огромные твердотопливные ускорители, и поэтому их работа по шаттлу очень сильно упрощалась в этой части. У американцев был огромный задел по водородным двигателям. Тоже у них всё это было достаточно просто. Потом у них оставались стартовые комплексы от Аполлона на Мысика-Навирал, поэтому у них работа начиналась очень быстро и шла очень в резвом темпе. У нас пороховых ускорителей такой огромной величины не было, мы их не могли делать. В теории предполагалось, что, конечно, если влить достаточно денег, то мы тоже сделаем, но когда это будет, непонятно. Поэтому было решено делать ускорители жидкостные. То есть наша система напоминала шаттл по концепции, но всё-таки имела очень важные отличия, которые потом очень хорошо сыграли. То же самое с водородом. Мы не могли сделать многоразовые двигатели, поэтому сделали аналоги одноразовые и поставили на ракету. И тут пришло очень интересное решение ракету-носитель отвязать от космического корабля. В системе Space Shuttle орбитальный самолёт или орбитальная ступень или орбитальный корабль была неотъемлемой частью ракеты-носителя. То есть это был фактически огромный самолёт, к которому прикреплялся большой водородный бак, на самолёте стояли маршевые двигатели и вокруг бака вешались два ускорителя. То есть ни сам самолёт, ни ускорители, ни водородный бак сами по себе отдельно не могли работать как ракета-носитель. Они были единым целым. А у нас приняли решение, давайте сделаем отдельный ракет-носитель, на который сбоку повесим орбитальный самолёт. Орбитальный самолёт будет похож на шаттл, потому что он будет возить такие же грузы. Сказали, пусть везёт 30 тонн туда, на орбиту, и 20 племян тонн назад. Но так как у нас на самолёте не будет огромных тяжёлых маршевых двигателей, у нас самолёт можно будет сделать полегче, так как тогда казалось, можно было сделать его немножко попроще. Поэтому он действительно похож. Официально даже заявлялось, что внешний вид у шаттла и у Бурана одинаковый, просто в силу того, что эти аппараты летают в одних и тех же условиях. выполняют одни и те же задачи. Вследствие чего их аэродинамика подобна, ну и, соответственно, и характеристики тоже подобны. Так же, как современные пассажирские самолёты напоминают друг друга, потому что они выполняют одни и те же задачи. С одной стороны, и то, что силовым образом установили, делайте как у американцев, и с другой стороны, то, что аппараты летают в одной и той же среде, и поэтому они похожи, и там и там есть доля истины. Аппаратов такого размера, которые бы летали в космос, не было. Поэтому было принято решение одним из параметров, которые определяют габариты системы, это возможность использования стартовых комплексов на космодроме Байконур, которые остались от лунной программы. Была развернута неплохая инфраструктура, не только стартовые комплексы, но и техничка была хорошая, то есть технические комплексы, заправочные. Вот все это было решено использовать. Также было принято решение, перед тем, как отправлять в полет изделие, его нужно будет тщательно испытать на Земле, потому что одним из недостатков Н1 был объем наземных испытаний, оказался недостаточным, для того, чтобы определить надежность ракеты. В данном случае предполагалось, что давайте испытаем не просто там какие-то отдельные агрегаты или ступени ракеты на Земле, но и практически весь комплекс. Был построен универсальный стенд, на котором можно было отработать всю ракету на Земле, причем на полное время работы двигателей. До этого у нас в Советском Союзе таких решений не принималось. В отличие от всех предыдущих программ, очень много внимания уделялось стендовой обработке. И под это дело закладывались новые предприятия, строились новые стенды. Здесь было сделано очень много. Для создания этой системы потребовалось решить очень много различных задач. Ну, во-первых, как я сказал, система была очень масштабная. Допустим, ракета «Союз». Она весит примерно 310 тонн. В данном случае стартовая масса системы энергии «Буран» составляла 2400 тонн. Это очень много, в разы больше, чем «Союз». Нужно было решать задачи, связанные с ракетой-носителем, но, как оказалось чуть позже, самой сложной задачей было создание орбитального корабля. Для того, чтобы решить задачу создания корабля, пришлось не просто напрячься, но пришлось соединить усилия и космической промышленности, и авиационной, и даже создать специальную организацию, которая будет заниматься конкретным космическим кораблем. Это НПО «Молния». Его возглавил Глеб Евгеньевич Лозин-Лозинский. Оно занималось всеми вопросами, связанными с аэродинамическим полетом этого корабля с момента старта и до момента посадки. Даже, судя по названию, называется орбитальный корабль. То есть это не совсем самолетом. Его можно было называть и орбитальный самолет тоже. Но в нем еще много было систем, присущих космическому кораблю. Двигательные установки, системы терморегулирования, системы электроснабжения, системы жизнеобеспечения для пилотов. Разработкой всех систем занималась НПО «Энергия». Двигателями для ракеты-носителя занялись две крупные организации. НПО «Энергомаш», из которого как раз вышел Глушко. Оно делало самые мощные на тот момент жидкостные двигатели тягой 740 тонн, Д-170. И водородные двигатели стало делать конструкторское бюро химической автоматики в Воронеже. Были выделены очень солидные средства, которые позволили не только расширить эти предприятия, но фактически было создано новое производство водородных двигателей, которых у нас до этого не было. Наши разработки по водородной тематике тогда имели гораздо меньшие масштабы, чем требовалось для программы «Энергия Буран». По некоторым прикидкам, примерно половина стоимости разработки системы пришлось на создание орбитального корабля, потому что там пришлось постараться во всем, не только в аэродинамике, там просто было поле непаханное. Постановление о создании системы энергии «Буран» вышло в феврале 1976 года. Первый полет ракеты «Энергия», тогда еще корабль был не совсем готов, состоялся через 11 лет после выхода этого постановления. Это было 15 мая 1987 года. Тогда ракета стартовала с этого стенда старта. Вместо корабля на ней был установлен полумакетный полезный груз, который назвали «Полюс» официально, но это был прототип будущего большого 100-тонного аппарата, предназначенного для решения прикладных задач в космосе. Полет ракеты проходил успешно, но аппарат на орбиту не вышел из-за программных ошибок в системе управления самого аппарата. Через год в ноябре 1988 года состоялся второй старт энергии уже с кораблем со штатного стартового комплекса. Для того, чтобы энергия полетела, пришлось сделать очень много. Пришлось создать орбитальный корабль 100-тонного класса, которого не было до этого, ракету-носитель среднего класса «Зенит», который использовался в качестве боковых ускорителей. Были сделаны самые мощные в мире кислородно-керосиновые двигатели тягой 740 тонн, это РД-170-171. Первые в Советском Союзе мощные водородные двигатели РД-0-120 тягой порядка, по-моему, 150 тонн на земле. Была сделана система автоматического управления, которая позволила совершить кораблю посадку в беспилотном режиме. был построен стенд-старт, на котором можно было проверить всю систему на космодроме Вайконур. Создана была система управления всем этим проектом, которая позволила связать воедино все усилия и реализовать систему в какие-то сроки. Конечно, сроки выдержать всегда очень тяжело. В данном случае тоже было опоздание, но и американцы тоже опоздали своим шаттлом. Систему энергия Буран невозможно было создать с использованием того технического задела, который оставался на начало 70-х годов. Нужно было создать новые сплавы, новые технологии, которые позволяли сваривать эти огромные баки. Было развернуто производство водорода в огромных масштабах. Была создана наземная инфраструктура, которая позволяла испытывать, проверять, заправлять технику, принимать этот корабль после полета. Работы проведены в области материаловедения, в области электроники, вычислительной техники. Была создана уникальная теплозащита. Теплозащита была сделана на базе керамических материалов. С точки зрения построения, система надежнее, чем у шаттла и она легче. Все это нужно было разработать, наладить производство. Производство было разбросано фактически по всему Советскому Союзу. То есть была создана кооперация к нужному моменту. Поступали теплозащита, двигатели, шасси, остекление кабины, да саму кабину пришлось сделать. Для того, чтобы корабль Буран испытать как он будет себя вести в атмосфере, были созданы несколько летающих аналогов. Таким образом, к 87-88 году фактически была перевооружена вся наша ракетно-космическая промышленность. А те достижения в аэродинамике, которые были получены на программе Буран, они пошли в авиацию. В 1988 году, когда все ликовали, то есть они видели свой успех у руководства, радости было гораздо меньше. Менялась коренным образом советская военная доктрина. От прямого противодействия с Западом было принято решение идти на разрядку международной напряженности и, возможно, даже где-то договариваться. Очень скоро стало понятно, что военные задачи у Бурана резко сократились. Но так как Министерство обороны было основным заказчиком программы, система военным стала не нужна. Темпы работ резко замедлились. В это время страна переживала очень тяжелый период. Был кризис экономический. С 1988 года до где-то 1991-1992 еще были какие-то попытки использовать программу Буран. Продолжали готовиться космонавты для полетов, составлялись графики полетов, но было понятно, что задачи системы растворяются, их становится все меньше и меньше. Стоимость пуска энергии Буран с учетом тех денег, которые были потрачены, а потрачено на нее было больше 16 миллиардов рублей. это были грандиозные деньги. Поэтому при пересчете получалось, что полет Бурана стоит в десятки раз дороже запуска одноразовой ракеты. Понятно, что возможности у Бурана больше, но, скажем, стоимость пуска Союза тогда рассчитывалась примерно в 2,5 миллиона рублей. Стоимость полета Бурана в разы была, в десятки раз больше. полет стоил фактически всей программы запусков космических кораблей на целый год, который был. Поэтому денег в стране становилось все меньше и меньше. Те, кто жил в те времена, помнят, как тогда критиковали космонавтику. Был брошен в лозунг народ, что в космос вылетают наши рубли, что не пора ли космонавтике вернуть долги народу. Поэтому даже проходили демонстрации запретить вообще летать в космос. Популизм он сыграл, конечно, очень плохо. Кроме того, после первого полета энергии Бурана американцы, увидев, что в Советском Союзе могут решать точно такие же задачи, как и они, вдруг неожиданно стали сворачивать свою программу стратегической оборонной инициативы СОИ. То есть у американцев с военным использованием космоса ничего не получилось, но и наши военные, видимо, глядя на это, тоже решили в эти игры дальше не играть. Буран оказался без задач, без денег и в стране, которой он сам оказался не нужен. Но остались предприятия, в которые были вложены огромные деньги и остались технологии. Эти новые технологии можно было применить не только для Бурана, что и было сделано потом. Большая часть новых разработок пошла в авиацию. Именно с Бурана прежде всего началось широкое применение композитных материалов в отечественных самолетах, как гражданских, так и военных. Многие технологии были использованы в народном хозяйстве. Та же самая энергия, которой стала заниматься конверсией в тот момент. Она применила углепластики для изготовления протезов. Теплозащитная керамика тоже нашла широкое применение в таких вещах, которые далекие от этого дела, например, в автомобилестроении. Используя в двигателях, можно было повысить КПД двигателя. После энергии Бурана остался огромный технический задел, который можно было использовать, так как тогда отношения с Западом заметно потеплели, ракетчики и двигателисты вышли с предложениями делать на американский заказ двигатели для американских ракет-носителей. На базе двигателей RD-170 было создан целое семейство ракетных двигателей меньшей размерности. Разработчики получили RD-180 двухкамерный, который стоял на американских ракетах-носителях Atlas. А четвертушка от двигателя стала основой для универсального ракетного модуля, из которых сейчас строится семейство ракет-носителей Ангара. Что касается самого двигателя RD-170 или RD-171, он использовался на первой ступени ракеты-носитель Зенит, с Байконура, а потом с морского старта. Сейчас на базе этого двигателя уже делается RD-171 МВ, который будет стоять на разрабатываемой сейчас ракете-носителе Союз-5. Огромный задел по водороду, который был сделан, он хотя и сильно пострадал, но тем не менее он остался, и на его основе то же самое Воронежское предприятие сейчас делает перспективные двигатели для верхних ступеней, тех же самых ракет-носителей Ангара и для разгонных блоков. Важно не забывать, что гонка вооружений не выплеснулась в космос, во многом благодаря как раз полету энергии. На Западе задумались, что если в Советском Союзе могут запускать космические аппараты такого стотонного класса, то, наверное, не стоит рваться в космос с оружием. Может показаться, что конец программы энергии Буран печален, что программа закрыта, еще оставалось несколько готовых к полетам ракет-носителей и были подготовлены корабли, но их использовать по назначению не удалось. Тот первый корабль, который совершил полет, его судьба печальна. На Байконуре обрушилась крыша корпуса, где он находился, и корабль, и ракета-носитель их раздавил этой крышей. Макеты и стенды тоже остались. Каков итог? Кроме огромной массы технологий, которая была разработана в программе энергии Буран, остается важная часть, в которую были вложены огромные средства. Это наземная стендово-испытательная база и технологии испытаний ракетно-космической техники, которую можно с успехом применять сейчас. Это экономит огромные средства. Потом остались стенды для испытания мощных ракетных двигателей, которые тоже могут применяться. Фактически осталось технологии и методологии испытаний, проверки сложной техники по всей цепочке с момента разработки и до выпуска окончательной продукции. Использовать сейчас такие системы, как энергия буран нельзя. Они не нужны. Просто изменился мир. И мир изменился в широком смысле этого слова. Разработки такого масштаба не найдут применения в данный момент. Мы это видим, как американцы со своей ракетой-носителем бьются СЛС. Сейчас требуется новая техника, новая с точки зрения эффективности. А вот как раз элементы эффективности могут быть достигнуты за счет применения решений, которые использовались в программе энергия буран. Это новые материалы, алгоритмы управления. Те же самые двигатели, которые оказались лучшими в мире на тот момент, их жизнь продолжается и сейчас. Решения по водородным двигателям, по высокоэффективным кислородно-керосиновым могут быть применены и при создании двигателей наметания. Возможно, буран вернется к нам, но он вернется не в том виде, какой он был тогда. Он будет каким-то образом видоизменен. Скорее всего, будет нечто другое, но тем не менее многоразовые системы появятся, когда появится в них нужда. Если будут задачи, будут и многоразовые системы. м м